Эти площадки в 2015-2016 году делались тоже по областной программе. Где в Щелкове можно проверить свои силы в выполнении Всероссийского комплекса ГТО. Этот вопрос на последнем заседании поднимали депутаты районного совета. Сегодня на выездном совещании народные избранники вышли с инспекции площадок, где можно подготовиться к выполнению нормативов. Уличный вариант тренажеров притягивает жителей из окрестных домов в детском городке. Первый на территории учебного заведения тренировочного комплекса с камьей для наклонов. Достраивает четвертой школе имени Климука. Встаешь сверху и такой уровень ниже опускаешься. У нас ребята уже со школьного возраста могут тестировать себя по сдачному ГТО и потом сдавать эти нормы, тем самым зарабатывать дополнительный балл для поступления в высшее учебное заведение. Будет спланировано в следующем году еще несколько таких площадок. И мы рекомендовали, чтобы максимально их нужно привязывать к школам, для того, чтобы эти площадки все-таки более интенсивно использовались. Депутаты осмотрели состояние тренировочной площадки на территории ФОКа на Дальнем Воронке. Здесь тренажеры находятся под навесом. По пути остановились еще на одном спортобъекте. Первый в городе специальной дорожки для экстремальной езды на велосипеде. Большинство площадок в очень хорошем состоянии. Видится, что они используются людьми и за ними ухаживают. В 30-х годах прошлого столетия в Щелковском районе активно занимались ГТО и было многочисленное движение среди молодежи. Сейчас идет второе рождение, материальная и техническая база создается. Нам надо подтолкнуть того поколения, кто еще не вошел в спортивный режим. Всего площадок для силовых упражнений в Щелкове 7. Есть они и в сельских поселениях, около спортивных клубов. К ним также предъявляются серьезные требования. В связи с новыми требованиями, там, конечно, надо доставлять еще и тумбы под наклоны, и рисовать трафареты для прыжков, замерять дальность прыжков с места. И установим тоже стенды с новыми нормативами. Выполнить нормативы на значок, в том числе по стрельбе, бегу и плаванию, можно в плавательном центре «Нептун» и в центре ГТО на базе спорткомплекса «Подмосковье». В 2017 году он был признан лучшей организацией в России по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне». Михаил Налетов, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».